МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Алексей. Рад вас видеть. Начнем с рекордов. Знаю, что накануне пандемии в 2019 году фестиваль посетили 37 тысяч человек. Огромная такая, по мне так, цифра. Как думаете, этот рекорд может когда-нибудь быть побит или все-таки уже, наверное, нет? Да, если честно сказать, в 2019 год, то те 37 тысяч человек для нас были уже, так скажем, на какой-то грани. Потому что есть определенные. Многовато? Многовато, конечно. Но не для нас многовато, для той инфраструктуры, площадки, на которой мы располагаем, Сибирское подворье. То есть туда надо приехать, да, где-то припарковать машину, дойти. То есть вот определенные, так скажем, условия нас ограничивают, да и мы не гонимся, если честно, за какими-то показателями. То есть наша задача сделать качественно, чтобы было где покушать, было что посмотреть, элементарно сходить в туалет без огромной очереди. То есть это вот наши, так скажем, закулисные, первостепенные задачи. То есть получается, таких рекордов-то, собственно, и не требуется больше. Вот 37 тысяч – это огромное количество, которые, если нынче приедут, то нежелательно? Да мы на самом деле ждем всех и всем будем рады. И мы готовимся, как скажем, план А, план Б. Поэтому мы ждем, я думаю, тысяч... По плану А сколько ждете? Ну, тысяч 20, я думаю, будет. Ну, это нормально. Это, наверное, как раз только сколько требуется. Самое оптимальное, да. И еще один рекорд. В том же 2019 году на фестивале собрали самый большой масленичный хоровод. Это вообще традиционное мероприятие? Нынче хоровод будет? У нас хороводы традиционные, они постоянные. Но, то есть, как бы это была фишка того года. То есть в 2019 году мы ставили хоровод, рекорд хоровода, да, такую... А то есть это прям было... надо поставить рекорд хоровода, да? Ну, мы придумали, то есть мы сели со своей, там, бригадой, там... Командой. Командой, да, погенерировали идеи. Давайте сделаем хоровод. И все, и сделали хоровод. В 2020 году, как раз вот там до пандемии... Тоже был праздник. Ну, да, да. В 2020 году, то есть мы, по-моему, 29 февраля делали масленицу, и там дня через три все вот это закружилось, как бы все эти известные события. Но в 2020 году он был вот в широкую ногу, что называется. В 2020 году мы делали взятие снежного городка. Да, приглашали каскадеров, строили снежный городок, украшали его. Ну, в общем, такая себе история, ну, затратная и эмоциональная, и подготовительная. Но... И вот, то есть наша задача, чтобы каждый год масленичный... Вот ты смотришь фотографии, видео, и ты понимаешь, о, блин, вот это 2019 год, хоровод. Сразу угадали, да? Сразу, да. То есть нет такого, что ты начинаешь вспоминать, а кто, а где, почему. Вот тут сразу городок, все, 2020 год, всем все понятно. Ну, а об этом новом, да, в 2023 мы чуть попозже поговорим. Ну, я знаю, что, вот вы говорите, что узнаете по каким-то мероприятиям годы, но точно фишка каждого фестиваля, мне кажется, а может быть, поправьте меня, может быть, это недавно, конкурс чучел, да, масленичных. Он ведь уже стартовал, да? Много ли людей обычно принимают участие в конкурсе в этом? Традиционно мы запускаем конкурсы, то есть вообще масленица, она на сохранение и возрождение традиций русского человека, то есть мы копаемся в своей истории, мы достаем какие-то справки, какие-то интересные события о истории своей семьи, своего государства, да. И вот один из конкурсов, это конкурс, наша масленица, конкурс по созданию масленичных чучел. В этом году шесть призовых мест, это 120 тысяч рублей для призеров, плюс приз зрительских симпатий. Ну, народ активен? Конечно, звонят, спрашивают, пишут. А какие-то требования есть к участникам вот этого конкурса, скажем так? Так, требований никаких нет к участникам, требования есть к самим чучелам. А, какие вот? Да, там указано в положении, на сайте у нас размещено, то есть чучело должно быть более полутора метров. А, то есть огромное такое, большое? Ну, большое достаточно, да. Чтобы потом его сжечь? Ну, кто-то отдает на сжигание, кто-то забирает с собой. А лучшие чучелы, которые призовые места забирают... Три места, да? Ну, шесть. А, шесть. Да. Мы их передаем в резиденцию сибирской масленицы, которая работает круглый год. То есть это такой типа музей, да? Да. Туда можно прийти? Да. Смотреть? Ну, музей, резиденция, он располагается на гостиничном комплексе «Золото Алтая», и вот он круглый год работает. И, то есть такая... То есть масленица – это не праздник одного дня. То есть когда мы возрождаем традиции, делаем это постоянно, да. То есть летом приехал, резиденция открыта. То есть ты можешь зайти, посмотреть, там очень много костюмов богатырских, да, очень много вот, ну... Я, кстати, даже не знала, что она работает и летом, резиденция. Ну, да, вот мало кто знает, но она работает. А о самых необычных чучелах можете рассказать, может быть, о людях, которые их создавали? Вот какие-то все равно же были, да? О, ничего себе! У нас есть там пятикратный победитель, Михаил. В этом году мы на него вышли, сказали, Михаил, вы прекрасный человек, но мы делаем, даем дорогу, так скажем, молодым, другим. Больше не участвуете? Мы пригласили его в жюри. А, а жюри большой вообще, кто в него входит? Ну, это деятели искусства, это представители, учредители фестиваля. Но он согласился, да, в жюри поучаствовать? Ну, и на конкурс, получается, без чучела он? Ну, мы так с ним договорились, что он привозит свое чучело, традиционно, хорошее, и мы его вне конкурса как бы забираем. Ну, то есть с ним договорились определенно. Вот, поэтому те, кто всегда переживает, знаете, приезжают, они говорят, блин, да нам с Михаилом тягаться. А он, видимо, какой-то человек, да, прям скульптор? Ну, он работает в Доме творчества, и он каждый год, он один год вязал, второй год делал чучело из орехов. Ну, то есть они такие, ну, фантастические, конечно. Можете приехать на Золото Алтай посмотреть, они там, его работы хранятся. Вот, и говорит, да нам с Михаилом тягаться, ну, блин, тяжко. И вот мы услышали участников, и Михаила как бы в другой ранг перевели, его чучело убрали из конкурса, оно тоже будет, его тоже можно будет посмотреть, но, так скажем, конкурсная часть уже... В общем, можно потягаться и даже выиграть главный приз, или там определенное количество на, то есть первое-второе место денежное, да? Да, да. А когда участники уже могут свои работы предоставлять? Уже сейчас или как-то попозже? На конкурс «Наша масленица» работы предоставляются день в день, то есть они с утра приехали, выставили, зарегистрировались, и жюри работает. Ну, а пока они пусть готовятся, да, времени у них еще достаточно, три недели. Вот мы говорили, да, опять же вернемся к тому, что в 19-м году у нас был хоровод, в 20-м году у нас был снежный городок. В этом году что такое принципиально новая, интересная фишка этой масленицы 23-го года? В этом году мы решили сделать такую необычную, такой фестиваль в фестивале, фестиваль самоварного чая. Да, наши там генеральные партнеры подключились к этой истории, мы пригласили с Ирбита, это Свердловская область, чудо-самовар на 415 литров. Ничего себе! Да, то есть он готов напоить 2000 человек с этого самовара, с одного, он приедет 24-го накануне. Как вы туда наливать-то будете? Да, наливать полбеды, вот он с 24-го начнет его топить, он на дровах. Ё-мо-мо-мо, а ну да, действительно, его же еще скипятить каким-то образом надо. То есть вот он будет, ну, то есть как бы начнет топить и продолжит его, ну, 25-го с утра. И каждый может испить из этого самовара чая? Да, абсолютно бесплатно. А с какими сложностями вообще сталкиваются организаторы фестиваля? Ну, это вот, мне кажется, не сложность привезти вот этот такой огромный самовар, или все-таки тяжеловато было? А что еще вот такое? Самое сложное для нас, это, конечно, подготовить площадку. Это зима, это снег. Нынче снега достаточно. Ну, да, как и всегда. И бывали такие года, когда ты чистишь, чистишься в парковку, потом шук. И все. Да, и начнем сначала. И вот это, конечно, такие вот казусы природные, ну, доставляют хлопот. Ну, кроме, допустим, самовара, что еще такого будет интересного, может быть, традиционного, может быть, новенького такого? У нас традиционные конкурсы, это покорение масленичного столба. Традиционный конкурс, ну, помимо вот чучела, еще будет конкурс Майор Дословная. Мы подводим итоги на масленице традиционно, да. И конкурс как по маслу. То есть это собирают сани, делают визитку, необычные сани. То есть там у нас побеждали, там, леший мобиль был. Или, допустим, один год, там, змей этот, господи, из сказок «Три богатыря» и «Змей Горыныч» делали такую необычные сани красивые. Вот, в этом году этот конкурс будет продолжен, и приглашаем всех к участию. Ну, и огромное количество, я так понимаю, будет людей, которые будут развлекать, да? То есть там песни, танцы, пляски, вот это все вокруг самовара. Это, конечно, это везем несколько автобусов, это порядка там 250 человек, которые анима... Обслуживающие, да? Ну, это, да, это чисто вот за творчество. То есть это аниматоры, и волонтеры, и артисты, и творческие коллективы, ну, то есть они вот все, которые задействованы вот такой в анимационно-игровой программе. Алексей, для вас, вот когда вы уже приезжаете туда, да, Масленица, вот этот праздник, это все-таки работа или праздник? Вы ощущаете, вот есть настроение такое праздничное, или уже вымотались настолько за подготовку? Блин, Масленица, да в целом, то есть вот мы помимо Масленицы, да, занимаемся организацией событий. И для нас работа – это жизнь, то есть мы живем этим. И ты когда, вот, постоянно ощущают события, когда ты заходишь на площадку, ну, неважно на какую, ну, даже на Масленицу, вот с первой планерки у тебя организм уже по-другому. Ну, там, ну, душа, сердечко бьется, улыбка до ушей, ты видишь ребят, которые монтажники, которые, тут уже у нас и своя кухня, и баннера тянут, ну, то есть как-то по-другому уже относятся к этому. Ну, то есть я всегда горю этим. А когда приходит ощущение, что вот удалось? Ну, я думаю, где-то дня через два, наверное. Ну, то есть по ходу ты смотришь там, ну, то есть рэперные точки получилось, не получилось, там, как самовары встали, там, как столб, как тут хороводы водят, там, блинные рубли разыгрываются, да, то есть ты потихоньку отмечаешь, ну, отмечаешь, и к вечеру уже у тебя такая картинка собралась. Но самый, так скажем, ну, цинус, да, скажем его, мы получаем дня через два-три, когда уже наши учредители выдыхают, провожают всех гостей и говорят, блин, вот это запомнилось, вот это вот хорошо, и вот это вот подпитывает, ну, то есть как еще одно второе дыхание для нас. Для организации следующего праздника. А вот смотрите, если бы представитель какого-то из регионов России, да, ну, любого другого спросили у вас, почему обязательно стоит приехать на нашу сибирскую Масленицу, на наш фестиваль, что бы вы им ответили? Хороший вопрос. Мы участвовали в конкурсах, и эксперты приезжали к нам, посмотрели как бы воочию этот праздник. И в стране мы, наверное, такие единственные. Вот Масленица, вот все, что вы знаете про Масленицу, есть у нас. Допустим, кто-то сравнивает с Ярославлем, ну, у нас есть снег, у нас есть ипподром, у нас есть русские тройки, а раньше на Руси, то есть Масленица и кони, это, ну, это вот такое, сцепка была такая фантастическая. И вот у нас есть ипподром, да, столб, самый высокий в России, то есть обычно 5-7 метров, у нас 11, и там более 100 парней заявляются, ползут, добиваются своих призов. У нас есть и хороводы, и фирменная сгущенка, которая уже приехала, свежая. Ну, то есть вот широкая Масленица, вот во всей своей красе, она у нас. В общем, шире, чем в Алтайском крае, нигде не бывает. Нигде не бывает, это мы заподлинно можем сказать. Алексей, ну, давайте пригласим тогда, еще раз напомню, 25 февраля, во сколько в Новотерышкино можно уже, так сказать? Да, 25 февраля, 16-е Масленица, в 12 часов, начало праздника, всех ждем. Приезжайте. Да. Спасибо. Спасибо. А я напомню, что сегодня моим гостем был директор фестиваля «Сибирская Масленица» Алексей Копейкин, а Масленица совсем скоро.